Доброго вечера, мы из Украины. Я рада приветствовать зрителей наших каналов Гарри, Юрия Табах и моего Марии Максаковой в очередном выпуске программы «Американские горки». Гарри, здравствуйте. Здравствуйте, прекрасная Мария, как я рад вас видеть. Я посыпаюсь утром, думаю, ну всё, весь мир с ума сошёл, миру конец, но когда потом я думаю, а нет, сегодня у меня встреча с Марией, значит, ещё не всё пропало. Боже, Гарри, как приятно, такой роскошный комплимент в сочетании с «и так» у меня, как вам сказать, не то чтобы даже, но я понимаю, 20, 20, когда 20 лет девушке – это хорошо, а когда «Атакамс» дали всего 20, то как-то мало, понимаете, мало, но всё-таки нам удалось сорвать петель, этот амбарный замок, растрясти, наконец-то, эту роскошную кубышку с запасами, и нам выдали 20 ракет «Атакамс», которые почему-то, правда, летают только на 165 километров, я слышала, что они вообще-то могут и больше. Гарри, ну, понимаете, вот как бы смешанные чувства, потому что хочется не 20, а 400 или даже 500, но 20 – это же лучше, чем ничего. Марина, ну, во-первых, я хочу вас поздравить с этим, это огромная ваша заслуга, потому что вы были не… с вами невозможно было разговаривать в никаких темах, кроме как «Атакамс», 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 «Атакамс». Я даже где-то вас там ревновал, каким «Атакамс». Но, да, я ещё чуть-чуть расстроился, у вас была шикарная передача с Андреем Николаевичем Иларионовым, но как-то вы сказали, что он ваш самый ожидаемый такой или неожидаемый, как-то вы так высказали. Вы долгожданный, меня уже за это вообще все съели, сказали, что больше ко мне никто не придёт, и Гарри в частности. Ну, простите, но вы же сами разрешаете так говорить про Андрея Николаевича. Вы сказали, что про него, про Андрея Николаевича и про Венера, Миколаевича, можно говорить в таких вот возвышенных интонациях. Ну, да, да, да. Ладно, вы правы, я так сказал, пацан сказал, пацан сделал. Ну, что вам сказать, конечно, это огромная ваша заслуга с «Атакамс» и, да, 20 — это, конечно, не 200 и не 2000, и «Атакамс» — это не новое оружие, как многие говорят. Кстати, «Атакамс» у нас снимается с вооружения, по-моему, на следующий год. Но это начало. Да, будет новое, какие-то новые ракеты. Я сейчас уже не помню, я когда-то читал про них. Но сейчас столько информации у меня в голове, что я уже теряю. Поэтому, но всё равно. Заслуга, конечно, не моя, заслуга общая, заслуга очень многих. Я постаралась снести свою лепту. Конечно, я горжусь, что я приложила какие-то, какие смогла к этому усилия. У меня это была действительно идея фикс, какая-то болезненная тема. Я не могла пройти мимо неё ни на одной передаче. Но действительно, в конце концов, общими усилиями удалось это произошло, добились. Ну, это да. И это начало. И, как всегда, начало хорошее. Положено этому. И украинцы долго не ждали. И они употребили это тоже с хорошими и добрыми намерениями. Поэтому работает. Может быть, не идеально что-то, но работает. И да, это заслуга всех. Но всегда в команде нужен кто-то буйный, который не даёт тебе фокус терять и отвлекаться на какие-то другие вещи. И вот мой сын, когда он был маленький и за столом, ну, он же рос в американской семье нашей, поэтому он мог сидеть за столом с взрослыми, вмешиваться в разговор. Меня это немного раздражало. И когда моя жена отвлекалась и поворачивалась поговорить ещё с кем-то, он брал её так голову, вот так вот прям рукой свою брал и поворачивал обратно на себя, чтобы не отвлекаться. По меня это раздражало, моя жена говорила, он буйный, он как ты, он не даёт отвлекаться, чтобы не отвлекались от него. Поэтому я вас поздравляю, это вы, кто не давал отвлекаться от главного, от Атакамс. И я считаю, что надо продолжать это. И теперь мы будем концентрироваться ещё и на F-16, и на бронетехнике и так далее, и так далее. Но лёд тронулся, так сказать, господа присяжные заседатели. Я вам хочу, знаете, что сказать перед тем, как мы перейдём к горячей повестке? Я хочу сказать, что раз нам удалось наконец-то добиться главного, то есть эти так называемые красные линии, этот какой-то Байден-Тореадор просто, можно сказать, с этими красными тряпками вокруг Путина. Ну, в общем, раз нам удалось добиться самого главного. Ну, во-первых, вы видите, что ничего не случилось. Ну, конечно, он так урусливо потоптался ножками, повозмущался пару раз. Зачем поставлять Атакамс? Пусть заберут назад Атакамс, всё другое вооружение, садится за блины, приезжает к нам на чай пить. Он, вы знаете, так, его ещё, не знаю, что это был затроллинг, его ещё обложили такими цветами, эту трибуну, так, что это было полное ощущение, как будто он просто встал из гроба. И оттуда, значит, немножечко, да, вот позлился на окружающий. Ну, я не хочу смехаться над ростом, но даже когда он встал, всё равно он лежит. Да. Вот. Ну, или, может быть, стоит на коленях, там, пойди разбери. Там у него же катурны ещё, вы не забывайте. Там, кроме вот этих вот видимых каблуков, есть ещё невидимые копыта, на которых он, значит, ходит, чтобы вообще люди три погибли не сгибались за то, чтобы с ним поздороваться. Вот. А дальше за ним шло два чемоданчика. Вот. Предполагаю, что один с кодами, которыми он пугает всех, даже просто приходя на обычный обед, там, я не знаю, тут сам где. А второй, наверное, всё-таки вот этот фекальный чемоданчик. Когда он всех пугает, он сам пугается и пугает второй чемоданчик. Вот, поэтому нужно два. Вот, ну, я вам хочу сказать. Я вам скажу, что у меня был командир такой, мы, кстати, у него брали интервью с вами, как-то, он, один парень, там, спецназовец, у нас был очень такого низенького роста. Обычно вот эти низенького роста, они самые-таки агрессивные. И он, когда заходил в комнату, мы все вставали, он сказал там, садитесь к строительству. И мы все садились. И когда мы все вставали, он заходил в комнату и говорил ему, встань, когда я заходу в комнату. Он говорит, я же встаю. Он говорит, а, хорошо, тогда садитесь все. И это раздражало этого маленького. А знаете, как у нас, если находится какая-то слабая тебе слабость, то командир или там сержант или твои же товарищи, они будут всё время бить по этой слабости. Поэтому нельзя её пока. И мы ему сказали, слушай, как только ты перестанешь ему говорить, что ты стоишь, он перестанет тебе говорить, встань. Он это делает специально, чтобы тебя разошел, мол, он думает, ты такой низенький, что, мол, ты сидишь ещё, когда он вошёл. И когда тот перестал говорить, что он стоит, то тот перестал говорить ему, встань. Так что, да, есть такое. В общем, я хочу сказать, что, очевидно, ничего такого глобального, в смысле какого-то ядерного взрыва, ну, разве что, опять-таки, внутри путинского чемоданчика, причём второго, ничего не случилось. Поэтому я хочу предложить всем нам удвоить, утроить, удесятирить нашу энергию и наши усилия для того, чтобы теперь этих атакам у нас было не 20, а сейчас предполагаю, что 3 мы уже употребили для схождения благодатного огня на аэропорт, оккупированный орками в Бердянске. Поэтому уже, наверное, их 17 или 16, а должно быть, должно быть 1017. Ну, я сказал 2000, ну, хорошо, 1017 тоже. Ну, говорят, даже 500 достаточно, но я, так сказать, удвоила. Поэтому давайте добьёмся уже... Ну, это верно. Это нужно. И ещё очень важная вещь, что они сделали. Они сказали, что они больше не будут комментировать, сколько и какого оружия даётся Украине. И вот здесь, я хочу сказать, это тоже довольно-таки нашей команды, наверное, есть какая-то часть заслуги, потому что мы всё время говорили, не слушайте вот этих наших коллег, которые вам рассказывают, сколько будет, когда они придут, что они будут делать. Они этого не знают. И чтобы уже сразу им обрезать в который раз, что, мол, вы не знаете, у вас нет допуска, секретности. И кто вам это сказал, да и почему вы вообще это объявляете всему миру. Вы не знаете, вы распространяете слухи и чепуху. Поэтому я был рад, что Пентагон также объявил, что после этого они не будут говорить, сколько и какого оружия идёт. Поэтому мы же смело можем продолжать требовать и ещё больше, и ещё оружия, которого нет. Так что давайте, и давайте, и давайте. Чтобы не отвлекаться. Ну, я вам скажу, Гарри, в таком случае им придётся, наверное, второй чемоданчик заменить на такой уже, знаете, который в багаж сдают. Может быть, там оба чемоданчика этим, но мы же не знаем. Гарри, я вам хочу сказать, что нам нужно, чтобы вы предложили новую формулировку для экс, то есть бывший твиттер президента Байдена. Что мы должны теперь писать? «Good start? Give some more? We need more!» Да, «We need more! We need more! We need it now!» Но я об этом поговорю, потому что у него была такая оговорка там. Да, хорошо. Ну что, начинаем? Так, готовы ли у вас, Гарри, очередная подборка горячих американских новостей? Я очень старался. Значит, Иран всё-таки объявил, что время Израиля истекло, закончилось. И после убийства тысячи детей, то есть израильчане убили тысячи детей, если слушать иранские источники, источники и женщин в этой больнице, которая была обстрелена. И Иран обстрелял из Сирии наши базы в Ираке. Поэтому они уже начали вот этими дронами обстрелить нас. Какая будет реакция наша, я ещё не знаю. Надеюсь, будет жёсткая. Но до сих пор от этой администрации никаких жёстких ответов не было никогда. Поэтому я не знаю. Но наши базы были обстрелены. Министерство обороны Соединённых Пентагон подтвердил, что палестинский исламитский джихад Аль-Ахли стреляло по госпиталю. И эта ракета попала в госпиталь, и вот там сгорели люди. Значит, уже это показано было и доказано многими вещами, многими военными экспертами, что это не ракета туда попала. Потому что если попала ракета, была бы воронка, воронки нет. То есть облили бензином горючим и подожгли эту парковку. Сама больница не повреждена, даже стена не повреждена. То есть есть две версии, которые говорят, что у них где-то 20% ракет не долетает, падает обратно на самих же палестинцев, на самих же в Газе палестинцев. Что она просто развалилась в воздухе, облила парковку и сгорела. Есть снимки со спутников, и есть даже журналисты из Аль-Чазира, которые говорят, что они видели, как это происходило, и они снимали этот телефон, как это облилось и загорелось. 500 человек не могло там погибнуть, потому что, смотря на эту парковку и как она сгорела, то есть огромных разрушений нет, там должно было быть 5000 человек запакованных на этой парковке, чтобы 500 человек погибло. Поэтому они, конечно же, преувеличивают эти. И я не верю в то, что это случайно. Одна версия, что это случайно получилось, они стреляли по Израилю, а так разлилась. А вторая, то, что они это сделали специально, потому что по времени это как раз подходило, чтобы еще больше эмоций, больше, все же сейчас на эмоциях, больше люди ничего не хотят слышать. Вот им сказали, вот им показали, и они пошли пустовать, они пошли протестовать и так далее. Я думаю, что это был у них, вообще-то говоря, продуманный второй шаг, потому что они все время нагнетали. Вот они прячутся, значит, внутри. Кажется, я не уверена, это или больницы, что там под одной из больниц есть какая-то катакомба, какой-то подземный город. Но дело в том, что Израиль с самого начала говорил, что он знает, что у них есть вот эти туннели и вот этот подземный город, но что они ни в коем случае не будут вот такими методами, как Хамас действует, подвергать людей в больнице этому риску. То есть это все время обсуждалось. Обсуждалось, то есть видимо как-то вбрасывалось все время это в качестве вопроса, а что будете делать и так далее. Постоянно Израиль отвечал, что он не будет действовать такими методами. Даже у меня была программа, Григорий Тамар тоже самое сказал, но Израиль так не действует, а он никогда так не делает. И поэтому, тем не менее, нужно было предъявить, потому что, как вы сами правильно сказали, после варварской террористической атаки 7 октября, сначала все, конечно, в общем-то, надо сказать, весь мир в основном, ну кроме там России, Ирана, я не знаю, там еще каких-то стран, в основном, конечно, весь мир горячо поддержал Израиль. Дальше вот эти леваки начали свои мероприятия, одни за другими. Билл Эмпори соединилась, как вы тогда говорили в той программе, значит, еще какие-то демонстрации, ну хорошо, Германия запретила в кои-то веки, слава тебе, Господи. Но, тем не менее, вы же видели, наверное, Гарвард и еще пять каких-то других университетов, значит, еще там, где и не ждешь. И тут вдруг одна акция, вторая акция, третья, десятая, двадцатая, сотая, да их стало очень много. Потом диффузные террористические атаки, где-то там в Европе, Бельгия, Франция, еще что-то. И вот им не хватало чего-то, они же чувствуют, что у них не получается поднять вот какую-то там в защиту себя большую серьезную волну. И вот после этого они вбрасывают вот это. А те, которые читать в принципе не умеют, смотрят только картинки и фотографии, как, ну, некоторое количество жителей Ирана, например, то мне кажется, в этот момент в них что-то такое начинает кипеть, и они готовы даже мобилизоваться. Да, и мы об этом тоже поговорим. И я не верю ни в какие случайности, мы же это обсуждали, что атака на Израиль произошла 7 октября, день рождения Путина. 8 октября стала массовая атака и наступление на разных частях фронта на Украину, атаковать украинские позиции. Это все скоординировано. Это просто так. И потом вот этот вот взрыв над госпиталем, где пострадали опять же невинные палестинцы. И да, разведка докладывает, что штаб Хамаса находится под больницей. Также их склады, их ракеты и все остальное находится в церкви, даже в мечетях, в школах, в больницах. Поэтому из-за тебя не говорят, уходите оттуда, мы это сейчас разбомбим. Дарья, а где наземная операция, когда она наконец начнется? Я думаю, что она уже не начнется, раз туда прибыл и Блинкин, и катается повсюду и Байден. Поэтому я думаю, что они туда поехали, чтобы наземной операции не было. Разные отговорки. Уже вода пошла, уже блокада снята тоже с этого. Поэтому они вернутся на своя. Будут сейчас торговаться, чтобы отдать всех хамасовцев на эти там сколько, 200 или сколько заложников израильских, которые там есть и немецкие граждане, американские граждане и украинские граждане. И украинские граждане погибли там. И потом начнется все по-новой. И вот этот ужас без конца будет продолжаться, пока израильтянам выкручивают руки, связывают за спиной, не дают им раз навсегда покончить с хамасом. Но хамас это несложно покончить. Многие растут не оттуда. Дирижер не хамас. Хамас это исполнители. Это тупые, так сказать, даже не животные, а просто тупые существа, которые выполняют роль палача. Вот и все. сама там святая инквизиция сидит в другом месте. Но что у нас? Вот сейчас поговорим там, где они сидят. Есть такая у нас женщина, ее зовут Наива Али. Она еще 7 октября в морда книге в фейсбуке напечатала, что Ф Израиль тысячу убили невинных людей, детей. Расплата последует этого ее и в фейсбук висит. Это ничего страшного. Это свобода слова. У ее в профиле там написано, что она родилась в США, но сердце ее в Палестине. Она выставляет фотки парашютистов Хамаса с автоматами, все, которые на Израиль спускаются, на Иерусалим. Это все висит. Это свобода слова. Это можно не убирать. Она не нарушает никаких правил в Фейсбук и Ютубе и так далее. Она была представителем ПЛО, Палестинской управления Палестинского. Она была споксвумен, то есть пресс-атташе палестинский в Соединенных Штатах Америки, когда этот офис был Трамп, этот офис закрыл представительство Палестина в США. Ну вот теперь ее назначили. Ее назначили у нас в правительстве в Homeland Security, то есть в безопасности нашей страны. Она будет возглавлять в Госдепе тех, кто сортирует, кто въезжает и получает статус беженца, а кто нет. Она будет теперь возглавлять этот департмент. департамент. То есть когда призывает Сорос писал в своей публикации, что надо открыть двери для Хамаса, вот ее поставили теперь главой, которая будет, кто будет въезжать в Соединенные Штаты и получать статус беженца, кто не будет. Это вот эта женщина. Ее назначили. Думайте, даже кажется, что это иногда какая-то злая шутка. Так что не думаю, что много украинцев получат статус беженца, ну а если они еще и евреи, то уж тем более. А вот Хамас, Хазбал, Алкайда, пожалуйста. Байден попросил 100 миллионов для Палестины гуманитарной помощи, 100 миллионов у нашего Конгресса, который не существует. Пообещал, что это будет только гражданским и только беженцам. То есть вот она будет пускать вот это на 100 миллионов. Сегодня я также предоставлю 100 миллионов нового УС-фонд для гуманитарной помощи в Газа и Вестбанке. Это деньги поддержат более миллионов дисплейсов и конфликт эффективных палестинцев, including безопасности в Газа. Я могу сказать, что террорист не победят. свободу победят. Байден хотел поехать в Египет и в Иорданию тоже обсудить, чтобы туда за эти 100 миллионов беженцев они принимали. Они его послали к чертям собачьим. Сказали, никакого беженца из Газа мы или из Палестины мы не примем. Вот такой братский народ. То есть это люди, которые одного генофонда, один язык, одна религия, арабы. Вот эти не хотят. А ответственность несут за это израильтяне. У израильтян нет никакой претензии к этой территории Газа. Они себя отделили даже стеной. Сказали, мы не хотим, не приходите к нам, живите, как можете. Мы вам оставили инфраструктуру и все. Нет, они проламывают стены, она пытается уничтожить Израиль. Но как-то все время их ставят на одно, что это просто разборки между одними и другими. Это не Россия напала на Украину, они просто оба друг на друга напали. Тут тоже самое. Эти уже отделились стеной, говорят, мы не хотим, мы вам даем воду, там все электричество. Но египтяне и Ордания сказал, нет, мы ни одного не примем. Хотя у Египта тоже есть граница с газой. Господин пока что у нас нету, я не знаю у кого Байден просит 100 миллионов, миллиардов, потому что Конгресса у нас нет, он не функционирует. У нас нет спикера. Господин Джордан так и не может набрать достаточно голосов. Уже второй, сегодня четверг, сегодня будет третий раз. 22 республиканцев проголосовали против него, ну и конечно же все демократы голосуют тоже против него, точно так же как и против Маккарти. Конечно все это сваливается на трампистов, на Трампа, и эта война идет против Трампа, все чтобы Трамп не смог. Есть такой конгрессмен Хаким Джафферс из Нью-Йорка, как раз демократ, как раз очень умеренный и хороший демократ, очень как раз за Украину. И вот думает, что может быть даже и он, то есть может выиграть, может набрать достаточно голосов, если кто-то из республиканцев начнет голосовать за него. Пока что временный спикер это Патрик Маккенри, но он временный, сил у него нет. Думаю, что опять же идет торговля и заставляет Джордана точно так же как и Маккарси пообещать и делать вещи, которые он не хочет и республиканская партия тоже не хочет делать. Частично или большой частью этого не так агрессивно помогать Украине и Израилю. То есть считать деньги, не раздавать деньги кому-то другому. А у вас нет ощущения, что это намеренный саботаж, просто работа парламента, конгресса, она просто заблокирована таким образом? Нет, ну конечно это намеренно, а все, что политики делают, они делают намеренно. Они делают для того, чтобы расслабить и расшатать страну, делается для того, чтобы выборы прошли в пользу Байдена, и сейчас мы узнаем, что после последнего опроса, правда это левые, опросили, что Кеннеди будет оттягивать голоса не от демократов, а от республиканцев. То есть от суперконсервативных республиканцев, вот этих, кого называют трампистами, хотя это не трамписты, эти суперконсервативные, они будут, говорят, будут голосовать за него, потому что он слегка радикальный чудак. То есть ну есть такой Явилей Милый, это кандидат в президенты Аргентины, он довольно-таки правый, против него выставили обвинения, и будут его судить, то есть у него огромные шансы, что он выиграет и станет президентом Аргентины, знакомо, да, что из него возбудили дела против него криминальные и так далее. Кем он поддерживается, кто его поддерживает больше всего, Маск. То есть там, где Маск, Трамп, эти люди враги, их надо судить, в тюрьму и сгноить. Но если он выиграет, а если ему дадут избираться, то он выиграет. Если его допустят к выборам, то он выиграет. Ну мы знаем уже, что Путин и его брат Си друзья, они уже встретились, что они договорились, что надо строить новый мир, они построили свой новый мир, они теперь еще новее хотят построить. То есть убрать старый мир, вот этот ненавистный капитализм. И они, конечно же, считают, что Газа, Украина, Газа, что Украина не права, понятное дело, но Хамас имеет право на существование. Ну смотрите, пока по Украине я таких от Китая все-таки не слышала заявлений, другое дело, что от Китая появилось заявление, что, дескать, причем нету наземной операции до сих пор, да, и все как бы говорит о том, что Израиль никак не успел вообще отомстить за все, что произошло. Ну то есть может быть где-то частично конечно какие-то там группы отдельные там в том числе нескольких главарей этих головорезов кого-то удалось поймать, но речи даже как бы еще не шло о том, чтобы полноценно, то есть мы ждем этого момента, и вот в это время пока еще даже никто ничего не начал делать, только подготовка шла с погодой, кстати, тут действительно надо сказать, что погода была такая, что выходные дни были непригодны, но тем не менее вот Китай выпустил какую-то там ноту заявления о том, что уже Израиль превосходит необходимый порог самообороны, где он чего превосходит, я вообще не поняла. Ну знаете, погода и все-таки вещи, это конечно играет роль, но я не думаю, что в наземной такой операции, опять же, я не знаю, знаете, я когда был курсантом и у нас выпала вот столько снега, учения отменили, мы не поехали на учения на выходные, там какие-то стрельбище были, я сейчас не помню даже что, и нам сказали идите домой, и мы пришли домой, я пришел домой, мой папа меня спрашивает покойный, а что же случилось, ты же должен был быть на учениях в эти выходные, я говорю, так снег пошел, папа, отменили учения, он посмотрел в окно там снежок филадарии, он говорит, а и как вы собираетесь воевать с русскими, он меня спросил, не знаю, мы с ними будем воевать только летом, я говорю, зимой нехорошо уже история говорит с ними воевать, поэтому это придумывается каждый раз какие-то отговорки для чего-то, это понятно, что выкручиваются руки, чтобы не было наземной операции, чтобы перестали бомбить, чтобы перестали делать все, чтобы вернулось все на свои места, чтобы перестали воевать, перестаньте стрелять, будем ждать, когда начнете стрелять, еще больше и больше людей погибнет, то есть опять же, чтобы этот ужас был без конца заместо того, чтобы иметь хотя бы конец. Значит, Байден объявил Белый дом, что вступят в войну, если Хазбулла из севера атакует Израиль, а Хазбулла как раз поддерживается Ираном, это шииты оба, и масса ракет полетела на израильскую сторону, кстати, и Байден как раз приехал в Израиль в этот момент, вот в Украину он никогда не приезжал почему-то, когда там что-то происходило и не объявлял, что мы вступим в войну, вот здесь как-то они более так резко говорят, а тут они не так сильно. Принц саудитов Мохаммед Салман послал Блинкина какой-то маме, когда тот ему сказал, что он должен дать давление на Хамас. Краун принц саудитов Саламан его, в принципе, послал прямо перед всем миром, что очень странно, потому что саудиты ненавидят Хамас. Они ненавидят Хамас, если кто-то уж к палестинцам правда плохо относится, это саудиты. Но вот так, чтобы показать, чтобы утереть нос, потому что явно он не переваривает и не терпит Байдена, президента США сегодняшнего. Операция одноземная, я не знаю, отменена или отложена, но она не происходит. Верхушка Хамаса вся, в принципе, убита и уничтожили лидеров. Хамаса – это хорошие новости. А вот теперь Байден попросит Конгресс 100 миллиардов, объявлено, что 100 миллиардов он просит на Украину и Израиль. Какой Конгресс он будет просить, я не знаю, потому что спикера нет. Да, и у нас еще в Конгрессе наш бюджет еще не проголосован, то есть мы еще не знаем, сколько у нас денег, а он уже просит 100 миллиардов. То есть республиканцы и умеренные демократы говорят, они в Белом доме видимо не понимают, что такое деньги. Они не понимают, что такое бюджет. И у них впечатление, что иди и бери. Все. У тебя все... водопровод, который финансировался Евросоюзом, показали, как этот водопровод, эти трубы Хамас пустил на ракеты. Они из них делали ракеты. Это есть фильм, где они сами Хамас показывают это. И как дают эту гуманитарную помощь. Эта гуманитарная помощь людям не идет. Нет ни воды, ни канализации, ничего. Для инфраструктуры все идет на бетон, на оружие, на ракеты. И довольно-таки сильные ракеты. Помните вот этого сенатора из Нью-Джерси, который на черный дел хранил слитки золота и наличкой там миллионы и Мерседес. Но вот на этом Мерседесе его жена, это сенатор Менендес, вот когда не везет, то не везет. Вот сразу на бедную семью все свалилось. Мало того, что он и ее судят, и они подозрением это все, то, что они брали взятки, чтобы продавливать бизнесменов из Египта и египетские интересы, то она еще избила насмерть человека. Она ехала быстро на машине. Говорит, что не видела. Наверное, точно так же, как и наши власти не видят связи между Хамасом и Ираном. Но не видят они. Бывает такое, что ты что-то не видишь. Они говорят, что нет, они говорят, мы не видим, не видим связи, поэтому 6 миллиардов надо дать. Но это еще позже. 30 человек арестовано протесту Белого дома остановить войну в Газе, то есть остановить стрельбу. И вот это как раз группа, которая называет себя еврейской, но они себя называют Ифнатнау, это другая, это другая группа, которая себя называет еврейской. Они вставали и митиковали перед Белым домом, сели там, загородили движение, в общем, полиция их арестовала. Сенатор Нью-Йорка Чак Шумер, нам известный, тоже возле его дома арестовали 57 членов, 57 человек задержаны. И это вот этот еврейский голос за мир, Voice for Peace, Jewish Voice for Peace. Это антисионитская организация. Они так как бы себя называют, что они не евреи. Объясните, пожалуйста, что значит 57 человек около дома Шумера арестованы? Как понять это? Они задержаны, не арестованы, а задержаны. Потому что они садятся, они загораживают дорогу, проезд. А зачем они пошли именно туда? А потому что они из Нью-Йорка, а он в Нью-Йорке, они как бы евреи за мир, и они требуют это у Шумера. Гарри, это ведь довольно известный человек, Нуам Хомский. Это все Кони Кушер и Нуам Хомский. Да, они себя называют евреями. Что у них еврейского, я честно не знаю, но вот они за это. Против чего они? Они против сионизма, против сионистской агрессии, против арабов. Они за Хамас. Ага, ты просто не понимаешь. Есть, вы знаете, у евреев нет... То провокаты, это же? Ну, не, они просто идиоты, но я думаю. понимаете, у людей есть такое, что там евреи умные, есть такой, или евреи хитрые, или там евреи заговор еврейский, или там они приедут в Крым, займут, или еще какие-то вещи там люди придумывают. Сейчас выступает тоже по всем каналам, начинает такой тоже азербайджанский блогер, который очень интересно рассказывает про все эти конспирологии, все эти аналитики. Читать его просто ничего непонятно. Аналитик. И все. Ничего в прошлом нет. Так вот он говорит, что уже есть план, который в бюджет вписан на Таньяху уничтожить Алкас мечеть, и построить там третий храм. Он уже знает, что в бюджете в израильском написано. Все это слушают. Откуда это все берется? Кто это все придумает? И у евреев нет монополии на не идиотов. Ну, разные, если есть ультра-ортодоксальные евреи, которые там в гольфах, в этих меховых шапках такие ходят в Майами. Их маленькая группа, они против Израиля. Они считают, что Израиль сформировался Ран. Есть разные идиоты, среди евреев нету какого-то единства. Мы как раз, если что, мы самые разночетные. Вы смотрели фильм «Мюнхен» во время Олимпиады? Да, смотрели фильм «Мюнхен», он же фильм, по-моему, что там Спилберга был, да, Да, Спилберга. Вот к нему сценарий написал как раз второй, вернее, тут их двое, вот этот Тони Кушнер, да, я сказала на Амхомске. Вот на Амхомске мы с вами обсудили, а Тони Кушнер это сценарист фильма «Мюнхен». Это ничего не знаю, они могут быть талантливые люди, они могут послушать, это Гитлер был художник, кто-то говорит хороший, кто-то говорит плохой, я не знаю, там Че Гевара был врач, говорят, талантливый. Хрен их знает, что у них сумасшедших людей много, разные. То, что они делают, это сумасшествие. Вы хотите, чтобы я их, я опять же, я человек военный, это для меня странные люди, знаете. Мне просто кажется, это каким-то заговором намеренным, понимаете, ну как могут такие люди, ну как вам сказать. Нет, это скорее, вот я хочу дальше про то, что я вам, что я хочу сейчас мы закончим, вот Рашид Талиб, да, со своими вот этой суворой, все, у нас в Конгрессе, где у нас запрещено проводить демонстрации внутри Капитолия, внутри Конгресса. Так вот, она организовала внутри Капитолия протест, прямо в Рутанде, прямо вот в этом подкупло. да, в Рутанде. И ей было дано предупреждение, чтобы предотвратить беспорядки, чтобы предотвратить все, не проводить никакие вот эти про-хамасовские, так она в здании это устроила, и это запрещено. И что они требуют, и это опять же, вот это, евреи за мир или остановить стрельбу. Они уже были в майках все в черном, где напечатаны, все плакаты напечатаны. То есть это приготовлено, это пристейдж. Они были готовы к этому. И да, среди них нету ни одного рабского лица. Все это такие, видимо, из устроенных семей. Все они там собрались. Вот интересно, их будут судить, точно так же, как и людей, которые зашли в Капитолию 6 сентября и тысячи 6 января, и тысячи из них, кстати, я делаю оговорку почему-то постоянно, 6 сентября, когда это 6 января 21 года. Вот им там уже тысячи людей приговорили и дали огромные сроки. Вот этим дадут сроки. Потому что то, что они сделали, они вообще митинговали. Те просто люди зашли и ходили. А эти митинговали. Дадут им сроки. Что будет с Талиб, я не знаю. И все вот эти, которые задержаны раньше. Президент Байден не очень хорошо пошутил насчет Хамаса. Есть такое выражение в Америке «You got shoot straight». Shoot straight – это говорить правду или быть честным. Говорите правду, но дословный перевод стрелять метко. Стрелять точно, прямо. Засловно стрелять прямо. Но это означает стрелять. Но значение второе это имеет, что надо быть честным и смелым. Так вот, он пошутил насчет Хамаса и госпиталя, что Хамасу надо научиться стрелять метко. Но там двойное это значение. Конечно же, все перевели и все подхватили это, что он чуть-чуть не туда пошутил. Такая есть американка. Зовут ее или звали ее Синди Флэш. Синди Флэш она была замужем за ИГИЛа Флэш. ИГИЛ Флэш это сын тех, кто его мама и папа выжили Холокост. То, что называется евреи, которые выжили Холокост. Так вот, эта американская Синди Флэш всю жизнь защищала права палестинцев. Она такая была очень-очень активная по правам палестинцев. Переехала в Израиль, в Израиль все время выступала за их права. Короче, они ее убили. в этом 7 октября она погибла от их рук. 6 миллиардов, которые были разморожены, чтобы передать Ирану, теперь сказали, что значит не будут передавать Ирану, но эти 6 миллиардов Катаре. Катар сказал, разморожены, так разморожены. Они уходят в Иран. Так что все, кто говорят, что это отменено, это не отменено. 6 миллиардов пойдут в Катар. Нет, чтобы в Украину их попередать. Да, конечно же, это прекрасно все, что вы говорили и как человек, который родился в Германии, гражданин Германии, вы, конечно, радуетесь, что Шульц издал такой закон, но в Германии уже много инородного тела. Немцы уже не те, да и одежда у них не та, и говорят они не по-немецки, хотя, может быть, многие из них, как и вы, родились в Германии, так что многие еврейские дома в Берлине уже помечены звездой Давида. Сорос написал статью, чтобы США открыли двери для Хамаса, и это было напечатано в Financial Times в 2007 году, сейчас-то опять в Сулу, Нью-Йорк-Пост опубликовал снова. То есть напомнило, что это все планируется еще с давних пор. В политика было опубликовано, что Блинкин предупреждает, что еще одна война назревает, он предупреждает, что Азербайджан может напасть на Армению и захватить Армению. Я уже говорил, что наши базы атакованы Ираном в Ираке, обстрел был. У нас есть такой очень знаменитый банк, один из крупнейших банков, Bank of America называется, и они закрыли 3000 офисов. Также у нас есть такая сеть аптек, но это не аптека, это магазины, это, наверное, когда-то начиналось как аптеки, но там в этих огромных магазинах есть часть там аптеки. где можно заказать лекарства, довольно-таки они такие, они всегда держали цены неплохие, называется Right Aid, так они объявили банкротство, это одна из самых крупных сетей, так что видимо, даже работать тоже мне негде будет. Штат Алузиана, там был прокурор Соровский, который, как все Соровские, Соровсом поставлены прокурора, отпускал бандитов всех и судил полицию. Так вот, в очередной раз такой Соровский прокурор или защитник этих людей под дулом пистолета у него угнали машину. Есть такой человек, его зовут Джаш Пол, он увольняется из Госдепа, он поставлен член Госдепа, потому что он считает, что предоставление оружия Израилю Соединенными Штатами, это приведет еще к большей войне, к эскалации и так далее, и так далее. Человек решал, кому давать там оружие, сколько оружия, он не один, но он был один из таких голосов. Опять же, хочу напомнить, что все эти люди, это леваки страшные, и Израиль, это всегда такая литмусовая бумажка, латмусовая, да, латмусовая бумажка, это так, там начинается, моментально это перекидывается на Украину и на остальной мир. Ньюсвик опубликовала, что выборы в 2024 году опасаются, что антиправительственные демонстрации будут, что будут проявляться провокации против Соединенных Штатов Америки, и все это будет делать мага, то есть вот эти трамписты ужасные. Не Антифа, как это обычно было, не Black Lives Matter не было, а вот трамписты, да, вот видите, сколько трамписты убили людей, машин сожгли, городов атаковали всех, но вот это самая главная опасность в Ньюсвик объявили, и что они экстремисты, и это вылилась секретная информация, пролилась в Ньюсвик, они говорят, как местный терроризм, обозначенный ФБР, и Ньюсвик пишет, таким образом, в принципе, они провоцируют это, они говорят, что вы будете делать, поэтому мы за вами следим сейчас, вот за всеми, теми, кто поддерживает Трампа, за ними идет слежка, видимо, за мной тоже, так как мой канал прогрессирует, я думаю, что это уж точно, там у меня было 10 дней по тысячу человек, после того, как Спаркс выступил, у меня по тысячу человек в день подписывался, потом опять дубль пусто, и, кстати, я ушел в Экс, к Маску, и я там теперь выставляю все свои видео, поэтому подписывайтесь туда, потому что рано или поздно это только вопрос времени, пока грохнут наши каналы на Ютубе, и вот они теперь следят за теми, кто поддерживает Трампа, то есть опасаясь 24-го года, что может это привести у нас к гражданской войне, опять же, ни Антифу, ни никого, ни левых, а вот этих правых, и этих так даже трампистов, вот их опасаются, так что когда-то я помню, когда Байден взял власть в Белом доме, явно хорошо выпивший Муджабаев за рулем, он еще и записывал видео, и потом это выставил в Фейсбуке или еще где-то, что все трамписты, все те, кто проголосовал за Трампа, теперь ждите, к вам придет ФБР, придет СБУ, я еще с ним тогда смеялся, говорю, слушайте, этот алкоголик, кем у меня родиной пугает, за мной придет ФБР, за ним сначала я приду, потом за мной ФБР, и теперь я думаю, что может быть он был прав, может быть Ньюз подтверждает это, что есть такая информация, ну вот посмотрим, и конечно же я напоследок хорошие новости сохранял, что атакам Украине все же дали, но вы перехватили инициативу и такой перехватчик, истребитель перехватчик, как вы и говорили, да, я не могла, понимаете, я ждала этого момента, когда вы записывали в Боргии, чтобы наконец вам сообщить о том, что маленькая подвижка, знаете, чтобы пройти путь в тысячу лье, надо же начать с одного шага, поэтому моя главная задача, чтобы мы поняли, что результат есть, эффект достигнут, соответственно надо еще больше навалиться, чтобы теперь уже было не 20, а 1020, или как вы правильно сказали, лучше даже 2. Я единственное, что не могу понять, нам дали модификацию какую-то, что-то кассетное, что-то летает не так далеко, как нам надо, давайте как-то действовать слаженно, для того, чтобы давали и большей дальности и большее количество. Да, и не кассетные, а также те, которые смогут уничтожать бронетехнику, которые смогут уничтожать бункеры, которые смогут проламывать российскую оборону, а не только кассетные, которые, в принципе, поверхностно уничтожают вещи. Ну, и чтобы, конечно, дальность увеличилась атакам, ну, и чтобы все другие страны тоже поддерживали, и чтобы, я считаю, осознали люди, что враг один и у израильтян, и у Украины враг один, и у всех у нас свободолюбящих людей враг один. Вот то, что я говорил про вот этих людей, которые называют себя евреями, протестуют, и их поддерживает вот этот склад в нашем конгрессе, и они протестуют возле конгрессменов, сенаторов еврейских и других, и возле Белого дома. Вот представьте себе, Мария, что есть группа украинцев, которые ходят тоже к Белому дому, заходят в Капитолий, там, баракалируют себя, садятся на пол, и вот эти украинцы протестуют против украинской агрессии против России, чтобы украинцы перестали убивать российских детей. Вы себе можете это представить? Нет. Я поэтому вам и сказала, что я ничего уже больше не могу понять. А вы можете себе представить, что точности наоборот происходят, что когда мы, наша команда митингует мирно, выделены ей части возле Белого дома американцы и украинского происхождения, и других американцев, рожденные здесь, и там Андрей Николаевич Ларионов, и я, и мы пытаемся значит требовать оружия для Украины, а украинцы нам говорят, нет, вы зря этим занимаетесь, это не надо делать, вы действуете против Украины. Вот насколько все перевернуто, или когда я звоню ветеранам украинским, американцам, вот я принадлежу там еврейскому ассоциации ветеранов войны, а есть все-таки украинские ветераны войны, тоже американцы, которые служили в американских войсках, этнические украинцы, я говорю, братцы, воины, там ваши ребята гибнут, пошли с нами, присоединяйся, они же сначала присоединились, а потом когда опять они сказали, мы не можем, нам сказали спасать, что мы вред наносим, они мне сказали, я говорю, но все равно мы же воины, что вы слушаете этих дипломатов, политиков разных, мы же воины, мы должны поддержать наших воинов там, мы не можем идти против них, вот пожалуйста вам одни, и вот пожалуйста вам другие, и вот где более сумасшедшие находятся. Понимаете, Дарья, самое во всем этом печальное заключается в том, что такого рода действия, они позволяют медлить, они очень все затягивают, это уже на сегодняшний день в Украине, когда война идет по-моему уже даже 20 месяцев получается, или почти 20, но сначала это все выглядело несколько иначе, сначала казалось, что после подписанного президентом принятого конгрессом Ленд-Лиза летом 2022 года начнутся действительно такие эффективные, захватывающие просто полностью, знаете, внимание и выбивающие врага молниеносно отовсюду, со всех оккупированных территорий, освобождения будет вот такое, что-то ожидалось и просто очень все этого хотели, надеялись, но вместо этого мы вошли в очень тяжелую для нас зиму 2023-2023 года, дальше мы конечно, как вы знаете, ну то есть есть люди, у которых уже там опустились руки, есть люди, у которых как и у нас с вами еще достаточно терпения и оптимизма, по-разному реагировали люди на это, но тем не менее сейчас вы видите летнее, к сожалению, наступление не было таким значительным, каким бы оно могло быть, если бы эти самые атакамс, если бы эти самые атакамс дали бы только вот не сейчас, в середине октября, а в начале июня хотя бы, то уже бы все было иначе, то уже давно бы героические ВСУ уже давно бы вышли на Азовское море и пошли бы дальше, ну понимаете, это же очевидно, но тем не менее вот сейчас эти 20 ракет, 20, еще раз повторюсь, есть возможность гораздо быстрее, чем там другое, я понимаю, мы хотим F-16, мы хотим F-35 тоже, но тут нам будут говорить, если даже с атакамсами, для которых ничего не нужно, кроме просто одной подписи, то что нам будут городить по поводу всего остального, и вот это же самое сейчас, когда держат за руки Израиля, дают ему перейти в наземную операцию, и я спрашивала Григория Тамара, моего собеседника, который там находится, я говорила, а не может так, не дай бог, закончиться, как в 73-м году, когда вы уже стояли и были готовы действительно добиться прочного мира, и вот эта челночная дипломатия Киссинджера заставила вас развернуться и оставить рану гнить. Нет, он мне говорит, такого быть не может, потому что Америка с нами, вот авианосец, тогда был только Джеральд Форд, потом еще Эдвайд Эйзенхауэр приехал, пришел, вернее, две авианосные группы, то есть, ну какая мощь, какая демонстрация, парад, вот это все. А по факту, где наземная операция? Вот что самое ужасное, понимаете, время-то идет, и люди гибнут. Да, это все абсолютно верно, то, что говорите, чем раньше дали бы атакам, с тем было бы лучше, но все равно наступление я не понимаю, я как военный человек говорю, я не понимаю, когда они говорят о наступлении, я ни одного военного украинского не слышал про наступление, потому что невозможно проводить наступление, особенно сегодня, без превосходства в небе. Это нереально, это просто перемалывание людей, убийство армии. Я на сегодняшний день вам так скажу, как военный человек, помните, было такое, когда Баркланди Толли сказал на военном совете, что надо Москву оставить. Ему сказали, ты не русский, ты не духовный, ты не понимаешь, что такое Москва для русского человека, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это ему как раз говорил грузин, Гратион. Но он сказал, нет, я не русский, я даже по-русски не разговариваю. Но я профессиональный военный, я понимаю, что надо спасти армию в первую очередь. Если не будет армии, не будет ни вашей ни Москвы, ни России, ничего не будет. Поэтому я сегодня, как военный человек, могу сказать, я уже не говорю ни на каком наступлении. Я сегодня говорю о том, как спасти украинскую армию. Потому что то, что я слышу, то, что я получаю, конечно, у меня нету всей картины. На сегодняшний день надо спасти и сохранить украинскую армию для того момента, когда будет достаточно бронетехники, достаточно атаков, достаточно всего, чтобы они смогли перейти в наступление. И когда в России будет уже смут, и когда все начнется шататься в России. Насчет вот этих людей, опять же, я что хочу сказать, что вот есть так называемые евреи, которые демонстрируют против Израиля за Хамас. Они плохие, нехорошие. Есть украинцы и неукраинцы, которые собираются, американские граждане, которые собираются возле Белого дома и требуют оружия для Украины. Они тоже нехорошие. Вот кто более сумасшедший, я не могу понять. Эти, за кого эти ратуют, они говорят, не делайте этого. А здесь те, за которых, против кого они действуют, это те же самые люди, за которых они должны ратовать. То есть, все мир сошел с ума. Вы ставите вопрос, там вопроса нет. Но это же очевидно, совершенно вот это левацкое направление, это как раз один и тот же почерк, это стандарт того, как делает Белый дом. Это Белый дом, который так хочет делать дальше. Почему? Потому что Белый дом припасает яркие победы ближе к выборам Байдена. с единственной целью. И до тех пор, пока мы не выйдем на эту финишную прямую, так оно и будет длиться. Будут находиться какие-то люди, которые будут постоянно против пацифизмом будут они заниматься, будут запрещать даже к самообороне прибегать и так далее. То есть, постоянно будет вот это все, потому что их все время, они оплачены, там огромный бюджет, чего им не походить, не покричать, послушайте. Это не так часто им звонят и говорят делать в конце концов. Но иногда бывает надо вот пойти вот это вот извините меня, ну позориться, ну кого это интересует, если деньги не пахнут. Поэтому вот и все. И поэтому ровно, значит, до тех пор, пока Байдену это не будет нужно, а это, считайте, еще и только следующей осенью. Вот, значит, следующим летом он нам даст достаточное количество оружия для превосходства в воздухе, значит, мы получим всю нужную номенклатуру, только вот так вот будет час по чайной ложке будем получать эти атакамцы, будем их накапливать, наверное, 20 штук в месяц, может быть, не знаю, сколько, вы же говорите, сейчас номенклатуру засекретили, все, вот. И в этой ситуации я думаю, что... Поэтому мы спокойно, поэтому мы спокойно, ну вы вырвали прямо вот с моего языка, почерк. Вот вы же можете определить, кто поет? Есть же у каждого певца, у каждого оперного певца свой почерк или своя манера. Ну, своя манера, вы можете узнать, да, если кто-то поет, вы говорите, а он поет, как Либорача школа или это Максакова школа. В принципе, это все, все, кого я знаю, из оперных певцев. Или художник какой-то, говорит, это школа этого, это же почерк этого. Есть такое, то же самое в терроризме, то же самое. Есть почерк, есть манера поведения. И вот я могу сказать, как я немножко разбираюсь в этом, что и в Украине, и то, что происходит на Ближнем Востоке, почерк один. И этот почерк идет в Москву. Этот почерк идет в Москву. А вот это, а Белый дом, конечно, стоит это и подпевает этому всему и дает этому всему ход. After this, Россия will pay the price. Believe me, Россия will pay the price. Россия is supporting the enemies of Israel. Россия is supporting Nazi people who want to commit genocide on us. And just Russia will pay the price. Russia also. Now, let me listen to me very carefully. We are going to finish with these Nazis. We are going to win this war. It's going to take the time it's going to take, but we're going to win this war. Afterwards, we're not forgetting what you are doing. We're not forgetting. We will come. We will make sure that Ukraine wins. We will make sure that you pay the price for what you have done. You as Russia and you as all the enemies of Israel and you as all the people who are now making everything they can to support genocide of the Jews in Israel. We are not forgetting. We are not forgetting. Remember exactly what I'm saying now. You will pay the price. In conclusion, I want to say one. Look, началась attack on Israel. It was attack on Israel. All the people who I know from the age of who were in the United States, went on a plane, went on a plane, went on a plane. There were 300 thousand people, when they wanted 100 thousand people to be able to to be able to Yeah, in Russia they were trying to mobilize a country 140 million and they they didn't make them to be able to provide their salaries in 10 times more than in the average. And here they don't pay anything they don't give and they don't give and so all the world of the people who are in the country, everywhere, in the plane, there were people who were in the airport and if you show you тебя, ты резервист, и тебя призвали, они тебе покупают билет бесплатный лететь. То есть люди, волонтеры. Один человек, по-моему, на 2 миллиона билетов накупил таким образом. И никто не знает, кто он. Он это сделал. Такая традиция не говорить, когда ты делаешь какое-то добро приносишь. И вот эти люди все слетелись. Вот всех, кого я знаю. Мой кузен, Торма уже сороковник. Он уже как солдат, как спецназовец, в принципе, не годится. Он старенький. У него жена и трое детей здесь. Он резервист. Никто его не призывал, ничего. Сел в самолет и улетел 8 октября. Он полетел в свою часть. Вот сейчас прислал фотку, где он с автоматом. Я уже боюсь на него смотреть, потому что не могут с автоматом бегать. И он майор. И все они таки полетели. Я не знаю ни одного, ни одного протестующего за Хамас, тех же этих евреев в Капитолии, там перед Белым домом, ни одного бородача, который здесь ходит и кричат, и требует от реки до моря Палестина будет сло. То есть уничтожение Израиля требует. Ни одного из них я не видел, чтобы взяли и полетели, и добрались до газа воевать за газом. Вот я хочу сказать, если есть кто-то, пожалуйста, сообщите мне, я вам куплю билет. Я буду тоже таким меценатом куплю билет. У вас тысячи, у вас сотни тысяч ходят и протестуют. В Европе, здесь, в Америке у нас. Хоть один из вас поехал туда. Все израильтяне поехали. Все. 300 тысяч. Я думаю, что билет вы ему купите совершенно в другое место, в случае, если он появится у вас на горизонте. он у меня в этом другом месте появится еще до билета. Ну вот. Ну мы все знаем, что за место. Там все бывали. Нет. Некоторые надеются даже туда никогда не попасть. Им повезло. Гарри, ну что, спасибо вам большое за ваше время, за интересные новости. Спасибо, Мария. Все эти детали, все это найти для наших зрителей. Я считаю, что посмотрел один раз программу «Американские горки» и благодаря Гарри в курсе всех событий американской жизни. Вот просто не надо сидеть часами смотреть СНН или читать газеты или что. Один раз посмотрел «Американские горки» и ты всегда в курсе всех основных новостей. Поэтому большое вам спасибо. Мария, вы все равно этот спор со мной не выявите. Я все равно восхищаюсь и вами больше, чем вы восхищаетесь, Мария. Ну что ж, Гарри, все равно самое главное, что нам удалось хоть, так сказать, получить надежду на то, что у нас будет в конце концов превосходство в воздухе. Я считаю, что «Атакамс» это действительно уже победа определенно. Так что тримаем ус три. Тримаем ус три. Разум до перемоги. Разум до перемоги. И слава Украине. Героям слава, Мария. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова